я взял эту фотографию из интернета очень удобно что мы видим не юг согласны для палец это юг теперь мы видим где север ясно что на противоположной стороне мы видим что здесь была морозобоина так мы видим что туда проник мороз и грибы но вначале грибы туда они никогда не трогают здоровую древесину вы когда-нибудь видели вот здоровая древесина с юга где грибы нет грибов вначале появляется мертвечина потом появляется гриб который ее жрет вот этого никто понять не может вот здесь бы торчал бы я специально вот это сделал вот ненависть с ним такая что вот это у меня на деревьях парочка случаев таких есть на живых есть буду проходить тему подробную покажу на живых трогать его бесполезно бессмысленно и глупо вот он жрет свое то что мы ему дали это дерево в природе умудрилась получить морозобоину видите вот за обзависись грибами сожителями это не просто грибы сожители это ну как товарища как бы еще назвать и вот смотрим дальше вы уже убедились юг один представим себе что молодое дерево которое уже здесь имеет еще не морозобоины но обратите внимание кабельные слои вот они да посмотрите какими за ним мизерные сцене вот здесь допустим где палец а здесь а вы его разверните теперь ну не это это так сказать всего лишь образ разверните и она это самое получится так что вот это вот быстрее уничтожится она беззащитно она в льготных условиях росло вот это тоже я для примера откуда взялся этот гриб это дерево спилили вот и там где самая-самая мертвичина а где мертвичина обычно это сердцевина поражается вот это как бы теплая еще шуба это а сердцевина и меньше всех влаги достается развивается она сюда а здесь нет получается мертвичина залазит гриб а здесь здесь было это чуть не скоро червоточина морозобоина вот вот еще пример явно юг а вот это вот видите зеленая покрылась зеленым мхом это север ну и действительно то есть видно потому что здесь два раза меньше обросло чем здесь видите ясно где вот это вот зелененько это юг ясно это сервер и доказательства вот то что я не заметил сафронов заметил доказательства вот она оттуда и кстати заметьте не чисто север преобладающие витра у нас все-таки западный поэтому назовем это северо-западом и так как под какой первая под руку попалась пусть не абрикос пусть груша это святое везде у нас нанесено эти пятнышки потом вытащили из этого уже тут ладно бывает еще оголяется штамп и корни оголяются ну например не все же в горшках но им которые в горшках и которые не в горшках все равно должны носить метку первое это святое юг-север второе это и есть корневая шейка вот это ее расположение не дай бог не заглубить и второй момент скажу я прочитал у крутейшего классика классика садовода 19 века вот который рекомендует еще и приподнять страшнейшая ошибка деревья не погибают но долго болеет а просто вот я не хочу обратно дети мошка позирует там рядом с огромными молоднячком такими просто им это недоступно пониманию тем классика в 19 век что если не это не вмешиваться в дерево и соблюдать некоторое правило то есть я предлагаю сократить трудозатраты раз пятьдесят первый год до все какие-то надо трудозатраты вести а потом все второй год меньше третий меньше где-то с пятого года когда уже и мыши не могут их тронуть защита от мышей есть классическая защита есть просто когда смотрят ну куда столько защитить а саренцы ночью это морозе зимой приходится покупать отравлю зерно великому гомонисту железу вот пожалуйста вот это дерево я были с интернета это я пилил вот вам кажется что-то непонятно вот мне все понятно вот это вот так уже труха так это уже грибы вот это вот чуть не сказал морозобойно переворачиваем они вот теперь мы видим все это подлинно и так вот это небольшая рано когда-то она якобы заросла якобы на самом деле она ни черта не заросла сюда пошел мороз вы думаете почему она так в таком виде вот у него второй побег вон он живой а этот мертвый у меня редко свои деревья гибнут я каждое дерево использую как патологоанатом это моя единство на планете я этим горжусь должность до этого никто не додумался ну что не это самое а те кто это учит обрезку делать крон осветлять а руки бы вам пообрывать извините достали вот этот участок небольшой там соток 15 он продавался вот за это время учатся полностью потерял значение даже если спилить эти березы грядка уже не будет понимаете сейчас такие участки дают других местах людям дают только продают деньги тратят а потом начинается велика а просто раздать землю никому голову них тёща сергея жеренова она угощается вот этими сливками это подвойные а вот это вот стартовая в одном из фильмов видели какие огромные плоды на не были что делать сергей она уже старая слив дает мало вот и все вот так же как 15 метровая черешня которая должна быть табличка вот так вот засультировать косточки и наблюдать как я делаю вот они спят